Здравствуйте! Ну а сегодня мы хотим изучить законы релятивистской механики. Ну то есть что мы должны использовать, скажем, вместо уравнений движения, если мы перешли от механики Ньютона к механике специальной теории относительности? На первый взгляд проблема эта достаточно сложная, ведь в механике Ньютона у нас уравнение движения имеет какой-то вид mA равняется f. И чтобы понять, как его записать в специальной теории относительности, мы должны принять какие-то соглашения. Ну, например, раз у нас есть принцип относительности Эйнштейна, то мы должны говорить, что это уравнение должно быть инвариантным относительно преобразования Лоренца. То есть при переходе из одной инерциальной системы отчетов в другой вид уравнений должен меняться. Но при этом сами величины входящей уравнения должны как-то преобразовываться. Мы знаем, как преобразуются координаты и времена, это позволяет нам узнать, как преобразуются скорости, ну и, наверное, теоретически мы можем узнать, как преобразуются ускорения. Но что при этом делать с массой, входящей в это уравнение? Как должны преобразовываться силы? Это вопросы, на которые вот так сходу не ответишь, их надо разбирать и подбирать к ним правильный подход. И поэтому в школьном курсе часто случается, что просто постулируется, вот сказать, что в специальной теории относительности вместо этого уравнения мы должны взять вот такое. Ну, хотелось бы все-таки, чтобы мы немножко хотя бы понимали, откуда все это берется. Ведь логика построения у тех, кто в свое время создавал релятивистскую динамику, динамику специальной теории относительности, конечно же, такая логика была. Как же они действовали? Конечно же, они исходили с каких-то очень важных общетеоретических принципов. Ну, во-первых, им, с точки зрения теоретика, гораздо правильнее писать уравнение динамики, даже в механике Ньютона, не в такой форме, а немножко в другой. Написать как то, что скорость изменения импульса есть результат действия на наш объект некой внешней силы. Вроде бы это одно и то же. Но на самом деле импульс более важная величина с точки зрения теоретики, чем, например, ускорение массы. Почему? Потому что закон, возможность вести импульс как сохраняющуюся характеристику тела в том случае, когда внешняя сила отсутствует, она связана с симметриями пространства-времени. Если быть более точным, она появляется из-за того, что мы считаем, что разные точки пространства не сами по себе друг от друга не отличаются. Это так называемое предположение об однородности пространства. Мы говорим, для нашего тела разные точки пространства могут отличаться только тем, что в них на это тело действуют разные силы. А как только мы убираем внешние силы, сами точки пространства по своим свойствам не отличаются друг от друга. И это кажется очень естественным предположением. И в рамках этого естественного предположения потом можно математически доказать, что да, в такой ситуации, в однородном пространстве импульс тела, на котором действуют силы, обязан сохраняться. И импульс появляется в этом смысле действительно как более общая величина, чем просто там масса или ускорение по отдельности. Поэтому мы, первое, что для себя говорим, мы должны исходить вот из такого уравнения. Первый шаг, да, следующий шаг. Мы говорим, вообще силы же бывают разной природы, и мы априори изначально не можем разобраться в том, как преобразуются все возможные силы. Наверное, они как-то по-разному преобразуются в зависимости от природы этих сил. Но дальше теоретики спрашивают себя, откуда, собственно, у нас взялись эти преобразования Лоренса. Они появились как преобразования, относительно которых были инвариантны уравнения Максвелла. То есть некие уравнения электродинамики, к сожалению. В школе вы их еще детально не изучали, поэтому придется рассуждать немножко отстраненно от их конкретного вида. Но, тем не менее, вы должны понимать, что это некие уравнения относительно полей, электромагнитных полей, скажем, относительно напряженности электрического поля Е и индукции магнитного поля Б. Но раз мы знаем, что эти уравнения инвариантны относительно преобразования Лоренса, значит, мы знаем, и это строго следует из уравнений Максвелла и факта того, что мы установили их инвариантность. При этом мы, естественно, постулировали определенные законы преобразования Е и Б при переходе из одной инверциальной системы отчета в другую. Силы, которые действуют на любую частицу со стороны внешних электромагнитных полей, они зависят от самих полей, от этих самых Е и Б, от скорости частицы, вообще говоря, в выбранной системе отчета, и от заряда нашей частицы. Но скорость мы уже знаем, как преобразуется, поля мы знаем, как преобразуется, и мы получим в руки ключ к построению правильных уравнений движения, если будем знать, что происходит с зарядами. По сути, нам достаточно постулировать достаточно естественную такую вещь, заявить, что заряд – это инвариантная характеристика частицы. Вообще, давайте сразу договоримся, какие характеристики частицы не должны зависеть от выбора системы отчета. Договоримся, что это именно заряды, ну, заряд, скажем, по отношению к электромагнитному взаимодействию, пока мы не знаем всех остальных, и масса покоя частицы. Давайте, вот есть некое инвариантное относительно преобразование Лоренца характеристика инертности частицы, мы ее назовем массой покоя, потому что она будет совпадать с мерной инертностью частицы при скоростях, близких к нулю, то есть много меньшей скорости света. Вот так давайте введем. Как только мы это объявили, мы знаем, как записать это уравнение, потому что мы будем знать, как преобразуются силы, действующие на частицы, со стороны внешнего электромагнитного поля. А зная это, мы знаем, как бы должен выглядеть вектор импульса. Мы после этого подберем правильное выражение для вектора импульса через ту самую массу покоя и через скорость частицы, при которой это уравнение, опять же, мы будем требовать, было бы инвариантным по отношению к преобразованию Лоренца. То есть источником информации для нас являются три вещи. Первое, то, что мы признали преобразование Лоренца правильными преобразованиями, характеризующими пространственно-временные координаты событий в инерциальных системах отчета. Второе, то, что мы решили, что мы знаем, как преобразуются электромагнитные поля при преобразовании Лоренца. И третье, то, что мы хотим, чтобы уравнения движения тоже были инвариантны относительно преобразования Лоренца. Вот это уже и является ключом к построению ответа на вопрос. И вот тут я вынужден буду, ввиду недостатка некой нашей математической оснащенности и знаний, связанных с законами преобразования напряженности. Это в школе напряженности индукции, напряженности электрического поля, индукции магнитного поля, то в школе обычно не проходят. Об этом можно поговорить в качестве некой дополнительной информации. И здесь я делаю все-таки уже волевой шаг. Я скажу, все это, все эти картинки, колочки составляются в единую картинку, как в пазле. В том случае, если мы говорим, что импульс частицы с массой покоя М0, мы должны записывать, как М0В на корень квадратный, извините, минус В в квадрате, КС в квадрате. Это знакомый нам релятивистский множитель. Мы теперь говорим. Для сил другой природы, не электромагнитной, мы будем начинать теперь с другого конца. Мы теперь уже знаем, как выглядит П. Если мы хотим ставить новую силу, то мы должны подобрать ее описание таким образом, чтобы по-прежнему это уравнение не меняло свои формы при переходе из одной инерциальной системы отчета в другую, потому что мы говорим, физика не должна зависеть от выбора инерциальной системы отчета. И мы приходим к такой уже конкретной совершенно физике. Можем исследовать, чем она отличается от динамика СТО, отличается от динамики ньютоновской механики. Давайте попробуем. Начнем с достаточно простой задачи. Разгон материальной точки под действием постоянной по величине и направлению силы при нулевой начальной скорости. Понятно, что в ньютоновской механике мы бы получили равноускоренное движение, что получится в динамике специальной теории относительности. Естественно, так как начальная скорость была ноль, и сила всегда смотрит по оси Х, разгоняться частица будет вдоль оси Х. И поэтому мы в любой момент времени можем считать, что ее скорость есть некая Vх на Х. И, собственно, мне надо изучить закон изменения вот этой самой проекции скорости. Запишем уравнение движения для этой ситуации. Как видно, производная по времени той системы отчетов, в которой мы работаем, и с которой мы наблюдаем этот процесс, от M0 Vх, поделенная на корень квадратный из единицы минус Vх квадрата и к С в квадрате, оно оказывается просто равно величины F. Естественно, поскольку начальное значение в Х равняется нулю, так что и начальное значение, импульс, состоящий здесь под знаком производной, в начале равно нулю. Значит, сам импульс, конечно же, в этом случае мы получаем следующее выражение, минус в Х в квадрате на С в квадрате. Естественно, это будет равняться F, умноженное на T. Чтобы выполнялось правило дифференцирования, и чтобы в начальный момент времени это равнялось нулю, при Т равняется нулю. Я получаю алгебраическое уравнение на функцию Vх от T. Оно, естественно, довольно легко решается. Если просто возвести это соотношение в квадрат, мы обнаружим, что у нас Vх в квадрате, поделенное на С в квадрате, я все это разделил на M0, разделил еще раз на С и возвел в квадрат. Тогда понятно, что здесь у меня получается F, T, поделенное на M0. Тоже у меня получится С, и это в квадрате. Вот такое А. И это все умножается на единицы минус Vх в квадрате к С в квадрате. Да, я вот это сюда перевел. Конечно же, отсюда я Vх в квадрате к С в квадрате легко выражаю. Да, понятно, что у меня в Х в квадрате к С в квадрате оказывается вот это вот самое F, T на M0, C в квадрате, но оно так получилось бы, а здесь было бы единицы плюс то же самое выражение при нашем множителе. То есть внизу получилось плюс F, T на M0, C в квадрате. Ну и все, как видим, у нас Vх от T оказывается следующей величиной. Давайте я приведу вот это к общему знаменателю, которым, конечно, окажется M0, C в квадрате, C в квадрате плюс F в квадрате к T в квадрате и извлеку корень квадратный. Видно, что у меня получится С. здесь возникнет F, T на корень квадратный из M0 в квадрате C в квадрате плюс F в квадрате D в квадрате. Конечно же, это никакое неравноускоренное движение. Конечно же, мы понимаем, что здесь только в начале приблизительно линейно скорость растет с ростом времени, и она, естественно, никогда не достигнет значения С. Видно, что в любой момент времени этот множитель меньше единицы, но он стремится к нему при T, стремящемся к бесконечности. То есть мы видим, что скорость растет при малых временах линейно, потом все медленнее и медленнее, и ассимптетически стремится к скорости света при бесконечных временах. Реально ни за какое конечное время под действием постоянной силы наша материальная точка не разгонится до скорости света, так как на это требуется бесконечное время. Вот такая, несколько иная динамика, хотя тоже достаточно простая, и для нас это первый пример решения уравнения движения, но в механике специальной теории относительности. Из этой задачи можно сделать очень интересные общие выводы, и, конечно же, мы такой возможностью воспользуемся. Познакомимся с теми величинами, с которыми мы столкнулись, и с некоторыми новыми. В самом деле, вот у нас возникла такая конструкция, это масса покоя, поделенная на корень квадратный из единицы минус v в квадрате к c в квадрате. Давайте запишу прям как бы в векторной форме. Эта величина имеет размерность массы, здесь можно обозначить буковкой m, и она является функцией скорости нашей материальной точки. Если я введу такую величину, то наш импульс, который мы договорились использовать в механике специальной теории относительности, будет записан практически в привычной форме масса на скорость, и поэтому эту величину m от v часто называют импульсной массой. В некоторых учебниках старых даже иногда используется термин релятивистская масса, и говорится, что это величина, на которую заменяется обычная масса механики Ньютона в уравнениях теории относительности. Это справедливо только отчасти, на мой взгляд, и только формально. И в том смысле, что мы можем произвести такую замену в уравнении dp по dt равняется f. Ведь мы привыкли, если вспомним, как мы вводили массу как физическую величину, это мера инертности нашего тела, эта величина не является характеристикой нашего тела, потому что она зависит от выбора системы отчета. Настоящей характеристикой инертности нашего тела несомненно является M0. Величина одинаковая во всех системах отчета, во всех инерциальных системах отчета, и она действительно характеризует свойства тела, а не свойства тела и системы отчета одновременно, которые как-то перемешаны в величине m от v. Поэтому все-таки И теоретики очень часто называют им ноль просто массой. Потому что между массой покоя и просто массой нет никакого смысла вводить различия. И тогда, конечно же, выражения, такие как релятивистская масса или импульсная масса, становятся немножко жаргонными, то есть их можно использовать, но всегда нужно помнить их смысл. Но у этой величины, тем не менее, МТВ, которую мы ввели, есть еще одно очень интересное прочтение, и связано оно уже с понятием энергии. Вот давайте я введу величину Е, которая будет записана просто как М от В, как та самая вот эта наша странная масса, умноженная на квадрат скорости света. По размерности это будет некая энергия, она будет иметь размерность энергии. Ну а для тела с массой покоем ноль, она, конечно же, будет записываться вот так вот. И спросим себя, а как будет изменяться эта величина в рамках вот этой нашей только что решенной задачи? Ведь там мы знаем, как меняется В в квадрате к С в квадрате, и мы можем честно посчитать ДЕ по ДТ в этом случае. И обратите внимание, если мы просто аккуратно подставим известный нам закон изменения скорости вот сюда, да, ну понятно, что в результате, когда мы будем дифференцировать вот это соотношение, у нас получится вот снова М0 С в квадрате, производный от вот этого корня квадратного в знаменателе, выдаст мне минус одну вторую, единица минус В в квадрате к С в квадрате степени уже минус 3 вторых на производные уже вот того, что стояло под корнем. Соответственно, у меня там появится коэффициент минус 2 на С в квадрате. Ну и на самом деле там у меня получится производный от В в квадрате, если писать в векторной форме, то это В на ДВ по ДТ. Как-то вот так оно у меня будет записываться. Но для того нашего простого случая, когда движение происходит вдоль одной оси, мы, конечно же, имея готовую формулу для В от Т, это легко посчитаем, но здесь для меня важно следующее. Если это вычисление произвести, полезное упражнение, потому что просто это упражнение на дифференцирование и сравнение, то мы обнаружим, что это в точности совпадет в любой момент времени со скалярным произведением F на В. Ну, в нашем случае просто F на В икс. Что это означает? F на В икс – это, как мы понимаем, мощность работы нашей постоянной силы F в тот момент времени, когда скорость равняется В. Изменение величины Е равно… Скорость изменения величины Е равна мощности работы внешней силы. Понятно, что эту величину действительно разумно считать энергией нашего тела, движущегося со скоростью В. Мы обычно привыкли, что энергия движения мы называем кинетической энергией. Но тут надо быть внимательным, все не так просто. Ведь при В равняется нулю, мы обнаруживаем, что если В равняется нулю, то наша величина Е оказывается равняется, и мы назовем Е0, М0С в квадрате. Она не обращается в ноль при нулевой скорости, поэтому, конечно, не очень логично называть энергией движения. И физики поступают следующим образом. Вот эту величину М0С в квадрате, она же Е0, они называют энергией покоя. А, собственно, кинетической энергией они считают разность энергии Е при скорости В и энергии покоя. Конечно же, в этом случае мы легко обнаружим, что мы получаем М0С в квадрате, а тут получается единица на корень квадратный из единицы минус В в квадрате к С в квадрате минус единица. Вот такое выражение у нас получается в релятивистской механике для кинетической энергии. Что замечательно, если я буду считать, что В много меньше С по модулю, то есть вот эта величина очень маленькая, этот корень я заменяю на единицы минус В в квадрате на 2С в квадрате, потом перебрасываю это в числитель, вычитаю единицы и обнаруживаю, что вот эта фигурная скобка при маленьких скоростях, когда модуль В много меньше С, превращается просто в В в квадрате на 2С в квадрате. С в квадрат сокращается. Я вижу, что если у меня В по модулю много меньше С, то я получаю для кинетической энергии вполне себе знакомое выражение из механики Ньютона. И тем самым я доказываю, что энергия, как бы кинетическое, вот это выражение, оно еще и правильно переходит в ньютоновское выражение для физики малых скоростей. И величина М0, которую мы ввели в релятивистскую динамику, как некую инвариантную характеристику инертных свойств тела, она и есть та самая масса, к которой мы привыкли в ньютоновской механике. Она в ньютоновской механике и станет обычной массой, не зависящей от скорости. Но там это работает только в случае, если скорости реально малы по сравнению со скоростью света. Если же они приближаются, мы должны пользоваться общими выражениями. Ну и, наконец, про вот эту массу. Мы же обнаруживаем, что это самое М от В при любом состоянии движения тела тождественно совпадает с энергией, поделенной на С квадрат. И поэтому на самом деле вот эту величину правильнее называть ни импульсной массой, ни релятивистской массой. Ее правильно называть просто энергией тела. Знаменитая формула Эйнштейна Е равняется НС квадрат. Она ведь нам говорит не о том, что это две разные характеристики тела, связанные таким соотношением. Она говорит нам о том, что в действительности Е и М определенные, так это одна и та же характеристика тела. И различия только в единицах измерения. То ли мы меряем в килограммах, то ли в джоулях. А в принципе это одна и та же величина. Она для любого тела всегда, да, М равняется тождественно Е на С квадрат. Как только мы пришли к этому пониманию, мы окончательно должны прийти к выводу, что масса тела это, конечно же, М ноль. Вот ее, естественно, называть массой тела считать меры инертности. А М импульсная или релятивистская, это просто энергия тела, записанная в других единицах измерения. Более того, в тех разделах физики, где постоянно используют релятивистскую динамику, например, в физике явлений, связанных с так называемыми элементарными частицами, то есть частицами мельче атомного ядра, субъядерными, как еще физики выражаются. Да, вот там мы почти всегда работаем с ними именно в релятивистских состояниях, там очень часто мы работаем с такими частицами, движущимися с околосветовыми скоростями в наших экспериментах. И там, кроме механики 100, другой механики использовать-то нелогично. Так там мы даже обычно в таком разделе физики привыкают к тому, что массу они измеряют в энергетических единицах. Не в килограммах и не в граммах вовсе. А вот самой популярной единицей измерения для субъядерных процессов являются мегаэлектрон-вольты или гигаэлектрон-вольты, то есть миллионы или миллиарды электрон-вольт. Электрон-вольт – это действительно в микромире часто используемая единица энергии, которая равна энергии, приобретаемой электроном, одним электроном, при переходе в электрическом поле между двумя точками с разностью потенциала в один вольт. Это очень маленькая энергия с точки зрения макроскопических тел, и даже для элементарных частиц мы обычно используем миллионы или миллиарды этих самых электрон-вольт, мэвы и гэвы, соответственно. Это тоже подчеркивает то, о чем я говорил, о физическом смысле величины м, которую мы здесь ввели. Вот действительно это очень важный вывод, казалось бы, из частной и простой задачи. Ну, поскольку мы получили связь импульса в механике специальной теории относительности со скоростью и связь энергии, я так и дальше буду называть просто энергии, или иногда, чтобы подчеркнуть, что это не кинетическая энергия, а именно энергия нашего движущегося тела, вообще включающая энергию покоя, я ее буду называть полной энергией. Как видно, для полной энергии мы получили через скорость вот такое выражение. Естественно, мы можем исключить отсюда скорость и получить связь непосредственно между энергией и импульсом. Это довольно легко сделать. Действительно, если я из Е в квадрате вычту С в квадрате на П в квадрате, то, как нетрудно заметить, там как раз вот этот множитель единицы минус В в квадрате к С в квадрате сократится, это окажется не что иное, как просто М0 в квадрате С в четвертой. То есть мы видим, что энергией и импульс всегда связаны у материальной точки этим замечательным соотношением. Ну, сразу полезно обратить внимание, если я просто выражу оттуда Е как функцию импульса, то нетрудно заметить, что у меня получится вот такое выражение, это корень из М0 в квадрате С в четвертой плюс С в квадрате П в квадрате. Здесь, правда, мне придется, конечно же, успокоить математиков, которые скажут, ну, подождите, когда вы решаете это уравнение, у вас тут плюс-минус должен выскочить. Это на самом деле очень важно. Но пока мы об этом говорить все-таки давайте не будем. Здесь мы скажем по-простому, ну, у материальной точки, которая движется в пустом пространстве, не действуют никакие силы, например, энергия точно должна быть определена как величина положителя, иначе нам будет неудобно с этой величиной работать. Поэтому пока мы просто договорились, что мы выбрали знак плюс. Хотя это действительно вопрос не таким, является не таким простым, как кажется, если залезать в физику микромира. Пока вот у нас есть такое выражение. И мы можем ответить, что оно приобретает особенно интересный вид, если мы работаем с частицами с нулевой массой покоя. Если 0 равняется 0, то, как видно, из этого соотношения получается вообще такая замечательная связь, что энергия оказывается пропорциональна просто модуле импульсов. Они вот так вот связаны, причем коэффициент пропорциональности просто С. Вообще частицы с нулевой массой покоя весьма специфичны. Когда мы посмотрим на это выражение, мы обнаружим, что в этом случае у такой частицы не нулевая энергия. То есть если у какого-то объекта нулевая, то здесь нулевая энергия, наверное, его и нет с точки зрения физика. Так вот, частица с массой покоя равным нулю может существовать с ненулевой энергией, но только в том случае, если модуль скорости равен С. Так как здесь у меня возникает отношение 0, частное отделение 0 на 0, и в принципе это может быть любое число. То есть мы понимаем, что у частицы с нулевой массой покоя энергия может принимать любое положительное значение. В этом нет противоречия с ворумами, которые мы получили. Но у него всегда импульс, который модуль импульса тоже может принимать разные положительные значения, но они всегда будут связаны между собой именно этим соотношением, более простым, чем общее соотношение при ненулевой массе покоя. И вот эти соотношения очень эффективно тоже можно использовать в задачах, особенно в задачах, где нам надо работать именно с энергиями и импульсами. Мы понимаем, что к такому типу задач относятся задачи про сохранение энергии и импульса в каких-то там процессах, например, во всевозможных столкновениях. Как я говорил, задачи релятивистской динамики у нас очень часто возникают при изучении мира элементарных частиц. У этого мира, конечно, есть некоторые свои реалии. Если мы хотим, чтобы наши задачи про релятивистской динамики выглядели реалистичными, нам нужно немножко знать и реалии этого мира, в котором такие законы действительно используются. Ну, вот уже это видно по условию данной задачи. Видите, тут много понятий, с которыми не всегда знакомы те, кто просто читал школьные учебники физики. Они, конечно, упоминаются, но все-таки давайте будем аккуратными. Да, вот есть слово фотонами. Да, фотон — это некая частица света. Когда мы изучаем электромагнитное излучение на микроуровне, то есть там, где оно обменивается энергией с частицами микромира, с молекулами, атомами, ядрами, электронами или какими-нибудь элементарными частицами, то мы должны его воспринимать уже не просто как электромагнитную волну, а как некий более интересный объект, который обладает волновыми свойствами, но в то же время в каждом акте взаимодействия ведет себя как какая-то частичка. И вот эта частичка света и получила название фотон. Он ведет себя как раз как материальная точка, грубо говоря, с массой покоя, равной нулю. То есть для фотона как раз связь энергии с импульса выражается той формулой, которую мы недавно писали. Здесь у нас получается. И действительно существуют частицы, которые мы называем электронами. Это всем известно, но помимо электронов существуют частицы, называемые позитронами. Действительно, у меня летящий в пространстве фотон, это известно в физике микромира, может распасться на электрон-позитронную пару. Позитрон – частица очень сильно похожая на электрон. У нее такая же масса покоя, то есть такие же свойства инертности. Она тоже участвует в тех же взаимодействиях, что и электрон, но у нее противоположные знаки зарядов по отношению ко всем взаимодействиям. Например, электрический заряд у электрона минус элементарный заряд, а у позитрона плюс элементарный заряд. И поэтому в процессе рождения такой электрон-позитронной пары выполняется, например, закон сохранения заряда. Есть и обратный процесс, столкнувшийся с электрон-позитрон, могут аннигилировать, порождая фотоны. Но в каждом из таких процессов должны еще выполняться и законы сохранения энергии импульса. И вот, собственно, об этом эта задача. Нам говорят, что у нас был некий процесс. Летела некая неизвестная нам элементарная частица, обозначим ее Х. И эта элементарная частица умеет распадаться на два фотона. Вот у нас был один такой процесс. Но на этом история не закончилась. И каждый фотон распался на электрон-позитронную пару. Е минус Е плюс один. И другой распался на Е минус Е плюс. И в итоге мы зарегистрировали две электрон-позитронные пары. Понимая, что суммарные импульсы, суммарная энергия каждой пары должны по закону сохранения энергии импульса соответствовать энергии импульса каждого из фотонов, первого и второго, вот мы, собственно, понимаем у нас энергии Е1 и Е2 отвечают первой и второй паре. И мы понимаем, что летели эти фотоны от точки, где исчезла наша частица Х. И мы видим, что если я восстановлю направление, по которому летел фотон, я могу найти эту предполагаемую точку, в которой частица Х распалась на два фотона, если линии движения фотонов, как бы проведенные назад, от точки, в которых они распадались, эти два фотона распадались на электрон-позитронные пары, вот так нарисовал электрон-позитронные пары, но это очень похоже на реальную картинку, потому что физики обычно включают магнитное поле для того, чтобы вы по тому, как закручивается частица при движении в плоскости перпендикулярно магнитному поле, определяли сразу знаковые заряды заодно, но и отношение заряда к массе по радиусу кривизны траектории при известной индукции поля. Много чего можно определить, если так сделать. Вот мы видели какую-то такую картинку, и мы хотим узнать, что за частица была Х. Для начала мы хотим вычислить ее массу покоя. Собственно, раз спрашивают найти массу этой частицы, реально мы понимаем, что нас спрашивает то, что мы называли массой покоя в этом случае. Как мы должны действовать? Мы, конечно же, понимаем, что энергия этой самой неизвестной частицы Х по закону сохранения энергии должна быть суммой энергии обоих наших фотонов, так как она распалась на них. И я понимаю, что импульс этой частицы Х, двигавшийся как-то неизвестным нам образом перед распадом, тоже был суммой импульсов этих фотонов. П1 плюс П2. И, воспользовавшись нашим знанием связи энергии импульса, я понимаю, что на самом деле МХ в квадрате на С в четвертой это должно быть не что иное, как разность Х в квадрате минус С в квадрате по Х в квадрате. Если я подставлю сюда выражение для энергии и импульса нашей частицы, я вижу, что у меня получается Е1 плюс Е2 в квадрате минус С в квадрате, а тут П1 плюс П2 тоже в квадрате. Раскрывая скобки, я что обнаруживаю? Ну, например, понятно, что вот здесь у меня возникает Е1 в квадрате минус С в квадрате П1 в квадрате. Но ведь для фотона, как мы помним, Е равняется С на модуль П, и поэтому при вычитании из Е1 в квадрате С в квадрате на П1 в квадрате получится просто ноль. Точно так же при вычитании из Е2 в квадрате С в квадрате на П2 в квадрате тоже получится просто ноль. Так что полные квадраты здесь исчезнут, останутся перекрестные произведения, от первого слагаемого выживет только 2Е1 на Е2, а от второго слагаемого выживет минус 2c в квадрате, скалярное произведение p1 на p2. Но скалярное произведение p1 на p2 – это произведение их модулей на косину с угла между ними, который нам как раз задан, нам задан вот этот вот самый угол θ, угол разлета фотонов, угол между линиями, по которым они двигались, от точки исчезновения частиц х к точкам, где родились электрон-позитронные пары. Мы же их восстановили по закону сохранения импульса вот здесь, зная импульс, суммарный импульс электрон-позитронных пар. Ну а модуль p1 и модуль p2, умноженные на c, как раз дают e1 и e2. Так что мы обнаруживаем, что у нас 2e1 и e2 выносятся за знак скобки, из первого слагаемого остается единица, а из второго остается как раз тот самый косинус θ. Ну, еще вспомнив тригонометрию, мы понимаем, что единица минус косинус θ я могу записать как 2 синус в квадрате θ пополам, и, соответственно, взяв начало и конец нашего равенства, тут получится 4e1 и e2 на синус в квадрате θ пополам. Я могу выразить mx, я просто извлеку корень квадратный, и у меня окажется, как видно, из четвертой корень квадратный даст двойку, да, c в квадрате, естественно, останется внизу, здесь у меня корень квадратный выдаст нам корень из e1 и e2, и модуль синус от этого пополам напишу я. Ну, хотя мы, конечно, понимаем, что, на самом деле, угол разлета, он, конечно же, не может быть больше 2π по определению, да, поэтому вот это пополам, конечно, не превышает π, и, значит, синус от этого пополам, на самом деле, даже и положителен, так что модуль я поставил, что называется, для очистки совести, чтобы у нас там ни в коем случае не нарушить математической корректности. Масса покоя у нас по определению должна быть положительной, мы ее так вводили. Ну, собственно, вот она есть, то есть, зная e1 и e2, я просто нахожу массу покоя частиц. Ну, например, если мне сказали, что у меня e1, вот та самая энергия в мэвах, да, например, я скажу, что e1 у меня было, например, 49 этих самых мегаэлектронвольт мэв, а e2, ну, например, у меня было 400 этих же самых мегаэлектронвольт, ну, вот такие у меня были пары. Да, угол Т, то у меня было бы 60 градусов. Вот если это было бы так, то что бы я сказал про массу покоя нашей частицы, да, если мы ее хотим измерять в энергетических величинах, то я, конечно же, должен написать это равенство чуть по-другому. Я должен написать, что у меня mx равняется, mxc в квадрате, вот так, равняется 2 корня из e1, e2 на модуль синус от это пополам. Понятно, что в этом случае синус 30 градусов даст одну вторую и сократит двойку, и видно, что я написал такие числа, чтобы корни легко извлеклись. Получится 7 умножить на 20, и я обнаружу, что энергия покоя нашей частицы х примерно 140 тех самых мэв. Так обычно и рассуждают физики частиц. Более того, в физике частиц реально существует частица, известная тем, кто этой физикой занимается, нейтральная, тут должна же, понятно, заряд частицы х, конечно, должен равен нулю быть, чтобы закон сохранения заряды выполнялся при ее распаде на два нейтральных фотона. Да, и действительно существует частица с зарядом 0, и энергии покоя около 140 мэв, чуть меньше там в реальности 140 мэв получается, но будем считать, что у нас приближенные значения. И даже такую частицу мы знаем, как называют, она называет пенолемизон такой. Ну вот есть такая частица в таблицах субъядерных объектов. И более того, это одна из первых элементарных частиц, первых субъядерных частиц, которые физики открыли еще довольно давно, когда еще физика элементарных частиц была совсем молодой наукой. Ну вот мы видим пример работы, где я использовал закон о сохранении энергии импульса и связь между энергией импульса для разных объектов, и для фотонов, у которых был один тип связи, такой, как для частиц нулевой массы покоя, и для этой нашей гипотетической частицы ИС, которая имеет, как мы видим, ненулевую массу покоя. И опять по итогам решения задачи у нас возникает повод сделать некоторое обобщение. Не откажемся от него. Обратите внимание, на самом деле преобразования Лоренса могут быть записаны для всех величин. Для каждой четко определенной физической величины можно установить закон о преобразовании. Более того, теоретикам удобно даже расклассифицировать все величины по законам преобразования. Самый простой закон преобразования – это когда некая величина не меняется при преобразовании Лоренса. Ну так как электрический заряд или масса покоя, или, помните, мы вводили такую величину С квадрат, которая была С в квадрате, Т в квадрате, минус Р в квадрате. Это интервал между началом координат в пространстве Минковского и событием с координатами Х, Y, Z пространственными и временной координатой Т. Вот у нас были такие величины, которые являются инвариантами преобразования Лоренса, не меняются. Их еще часто математики, физики и теоретики называют скалярными величинами. Ну, если строго говорить, то они их называют Лоренцевыми скалярами, то есть величинами, не меняющимися при преобразованиях Лоренса. А вот, например, четыре величины, являющиеся координатами события по отношению к началу координат, СТ, Х, Y, Z. Можно определить в некую такую четырехкомпонентную общую величину. Я могу ее записать как некую обобщенную координату Х, координату Минковского в нашем пространстве времени. Традиционно об этом при этом считают, что индекс μ, пробегая нумерующие разные компоненты этой величины, ее называют четырехвектор, пробегают значения 0, 1, 2, 3. То есть 1, 2, 3 традиционно часто для оси Х, Y, Z считаем их 1, 2, 3. То есть вместо Х используем Х1, вместо Y – Х2, вместо Z – Х3. А вот координату СТ той же размерности мы считаем координатой Х0. Вот такой подход он у нас возникает. Тогда мы говорим, вот такая величина четырехкомпонента – это четырехвектор. Дело не только в том, что четыре компонента. Для этой величины мы знаем, как она преобразуется при преобразовании Лоренса. Собственно, сами преобразования Лоренса – это и есть закон преобразования Х0, Х1, Х2, Х3. Он нам известен. И мы можем сказать, а вот давайте все величины, которые преобразуются так же, назовем тоже четырехвекторами. То есть мы говорим, вот у меня есть некая величина в мюкте, тоже состоит из В0, В1, В2, В3. Ему пробегают вот эти значения 0, 1, 2, 3. И она будет называться четырехвектором, если она точно так же преобразуется, как компоненты Хмю. Вот все такие величины – это теперь четырехвектора. Такой обобщенный подход, он очень удобен, потому что мы сразу делаем замечательные выводы некоторые. Например, мы говорим, ну а раз так, то вот как у меня при правильном законе преобразования компонент Хмю, их вот такая комбинация, их обычно записывают так, мы говорим, что это Хмю на Хмю. Это формальная запись в математике, называют соглашением о суммировании. Говорим, если я так записал, то предполагается, что я считаю, что здесь незримо присутствует символ суммирования по всем возможным значениям индекса Мю. То есть это у меня по определению для математики Х0, Х0, минус Х1, Х1, минус Х2, Х2, минус Х3, Х3. А если я еще добавлю, что у меня Х0 с 0 стоящим индексом внизу равняется Х с индексом 0 стоящим вверху, а Х1 при 1, 2, 3 при перемещении индекса снизу вверх меняется знак, то есть Х с индексом, например, 1 внизу, это минус Х с индексом 1, ой, прошу прощения, я плюс, конечно, да, суммирование по всем, да. Вот если я так запишу и договорюсь об изменении знака, то у меня как раз получится вот такое выражение. Ну, можно сказать, обвинить меня в том, что это некая игра в обозначении, да, но они просто для тех физиков и математиков, которые занимаются вычислениями в теории относительности и его обобщениями, такая игра в обозначении приобрела некий очень такой удобный математический смысл, и мы, конечно же, вот то, что мы знаем для любой такой величины закон преобразования, очень помогает нам делать про подобные величины много всяких выводов. А можем ли мы предвести пример еще одного четырехвектора, который не есть четырехвектор координаты х-мюл, но похож на него с точки зрения законов преобразований? Ну, как это угадать? Она должна обладать такими же свойствами. Ну, вот, например, из четырех компонентов х-мюл мы можем собрать вот эту величину С в квадрате Т в квадрате минус Р в квадрате, которая неизменна при преобразованиях Лоренса. А теперь вспомним, мы для материальной точки с массой покоем 0 в релятивистской динамике заметили, что величина Е в квадрате минус С в квадрате П в квадрате тоже является инвариантом преобразования Лоренса. Если я вынесу отсюда С в квадрате, то у меня получается вот такая запись Е к С в квадрате минус П в квадрате. Это устроено точно так же, как вот эта конструкция, которая была записана у меня, как мы помним, как х, ну, например, 0 в квадрате минус х1 в квадрате и также минус х2 в квадрате минус х3 в квадрате. И мы сразу обнаруживаем, что если я введу четырехвектор П-мю, договорившись, что его нулевая компонента есть отношение Е к С, а пространственные компоненты есть как раз компоненты вектора П, то есть П1 это ПХ, П2 это ПУ, П3 это ПЗ, то очень похоже эта вся конструкция по своим свойствам будет на четырехвектор координаты, потому что они одинаково собираются в инвариант. Конечно, это не строгое доказательство, но это прямое указание на то, что вот эту величину действительно можно считать четырехвектором. Как только мы с этим согласились, это можно строго и аккуратно доказать в рамках релятивистской динамики на самом деле, просто нам немножко математики не хватает. Но в целом мы видим аргументацию вполне разумную, и это действительно правда. Вот эта величина, объявленная четырехвектором, тут же говорит нам, что мы знаем закон преобразования энергии компонент импульса при переходе из одной инерциальной системы отчета в другую. Они точно такие же, эти законы описываются точно такими же формулами, как формулы преобразования Лоренца для компонента X-милл. И следующий обобщающий факт, он выглядит так. Раньше-то мы считали, что вот эта величина есть инвариант, ну, поскольку она равняется M0 в квадрате C в четвертой, только для частицы с определенной массой покоя M0. А теперь мы говорим, если у меня эта величина является четырехвектором, то, скажем, для системы частиц, энергии которых, общую энергию системы мы складываем из энергий отдельных частиц, общий импульс системы складываем из импульсов отдельных частиц, мы говорим, тогда для системы частиц PN тоже будет четырехвектором. И когда для системы частиц E в квадрате, минус C в квадрате, P в квадрате нельзя записать как массу покоя какой-то отдельного тела, так как они могут двигаться всегда по отношению друг к другу в состоянии с ненулевым полным импульсом, как мы понимаем, эти частицы вполне. Но вот эта величина все равно останется инвариантом. Это совершенно новое прочтение, казалось бы, тех же самых формул из-за того, что мы расширили наше отношение, мы эту величину признали четырехвектором, не ошиблись. И как только мы это сделали, мы можем решать на базе этого признания совершенно новые задачки, которые у нас не получилось бы решить раньше. Перейдем к следующей задаче. В ней, опять, конечно, используются реалии физики элементарных частиц, упоминается очень интересная частица, возможно, вы о ней уже слышали, бозон Хиггса. Действительно, она была очень важна для физики элементарных частиц, потому что ее существование предсказывалось очень популярной в некоторое время модели, которая до сих пор считается базовой моделью в этой самой физике элементарных частиц, настолько, что ее называют просто стандартной моделью. И обнаружение этой частицы бозона Хиггса было важной задачей, то, что ее удалось обнаружить в 2012 году, уже в этом 21 веке, и явилось основным доказательством того, что стандартная модель в значительной степени корректно описывает наблюдаемый мир. Конечно, это не окончательная модель, и физики сейчас ищут всевозможные поправки к ней, и как ее надо скорректировать для получения более правильной модели. Но это была очень важная веха в развитии физикоэлементарных частиц. Поэтому не случайно я ее упомянул. Как в реальности открыли бозоны Хиггса? В реальности для этого использовали установку, называемую Большой Адронный Коллайдер. В ней действительно происходили столкновения, как и в условии нашей задачки, протонов с их античастицами, с антипротонами. Понятно, антипротоны такая же масса, как у протона. У нас обозначена М маленькая, это величина. У нее заряд противоположность. Если у протона заряд плюс Е, то у антипротона, соответственно, минус Е, и в их столкновении рождается бозон Хиггса. То есть мы наблюдаем реакцию протон-антипротон. Рождается бозон Хиггса. Ну, давайте его обозначу H. Так его обычно действительно обозначают. Это черточка P над символом протона обозначает антипротон. Но в реальном большом адронном коллайдере, он, не знаю, называется коллайдером, в переводе на русский язык как бы столкновитель, там протоны-антипротоны разгоняются до околосветовых скоростей, и мы направляем два пучка протонов-антипротонов так, чтобы они столкнулись. И в таком столкновении и рождаются бозоны Хиггса. Технологически организовать столкновения двух элементарных частиц, движущихся на околосветовых скоростях, довольно непросто. То есть это требовалось очень выдающейся по инженерному решению системы управлением, движением этим пучком, чтобы организовывать такие столкновения. Казалось бы, гораздо проще было бы разогнать пручок одних антипротонов и просто направить его в мишень, содержащую много-много протонов, то есть просто кусок плотного вещества. И так, чтобы каждый антипротон в итоге в этом куске нашел бы какой-то свой протон и в столкновении родил бы бозон Хиггса. Казалось бы, так проще. Но почему-то работали именно с коллайдером. И нам должно стать понятно, почему, если мы как раз решим эту задачу, в которой и предлагается проанализировать схему с спокоящейся мишенью. Когда у меня действительно пучок антипротонов направлялся на неподвижную мишень, содержащую неподвижные протоны. Нам спрашивают, какой минимальной должна быть энергия антипротонов в пучке, для того, чтобы бозоны Хиггса рождались. При этом нам задана масса нашего бозона Хиггса. В действительности мы как раз и понимаем, что если мы берем систему отсчета К-штрих, я ее назову, это будет система отсчета, связанная с центром масс, сталкивающегося протона и антипротонов. Я напишу это то же самое, что система, и логично обозначить ССМ, система центромасс. В этом случае мы понимаем, что раз это система центромасс, то суммарный импульс сталкивающегося протона и антипротона в этой системе, естественно, равен нулю. И когда родился бозон Хиггса, то он, естественно, тоже имел нулевой импульс. А раз так, энергия этого бозона Хиггса, покоящегося, должна была быть МС в квадрате. А так как протон и антипротон имеют одинаковые массы покоя, то для того, чтобы они имели одинаковые по модулю, направленные в противоположные стороны импульс, они действительно должны иметь и одинаковые энергии. Значит, я понимаю, что в этом случае минимальная энергия антипротонного пучка, Е-штрих минимальная, для каждого из них, скажем так, полная, давайте так посчитаем, полную энергию, которую мы должны потратить на разгон частиц. Но в данном случае мы разгоняем две частицы до одинаковой энергии. То есть каждая из них имеет Е-штрих пополам, Е-штрих минимальная пополам, а в целом энергия системы вот такая, и она, конечно, должна быть ничем иным, как энергии покоя Хиггса. Меньшей энергии вы точно не обойдетесь. То есть в системе центра масс ответ на вопрос, какая должна быть минимальная суммарная энергия нашей системы, чтобы родился Хиггс, это, конечно же, МЦ квадрат. Это энергия покоя Хиггса. А давайте перейдем теперь в систему отсчета К, которую обычно называют лабораторной системой. Итак, у нас система отсчета К, которую я также называю лабораторной системой. В этой системе отсчета у меня антипротон летит с энергией Е, Е минимальная. Мы рассматриваем тот же процесс рождения Хиггса с минимальной возможной энергией. Но теперь в нашей лабораторной системе отсчета. Ну а протон покоился на его пути, да и понятно, что его энергия была просто МЦ в квадрате. Значит, в этом случае полная энергия Е нашей системы протон-антипротон, она равнялась Е минимальная, минимальная энергия протона плюс МЦ квадрат. Минимальная энергия антипротона в пучке плюс энергия покоя протона плюс МЦ квадрат. А импульс в этом случае нашей системы, конечно же, равнялся импульсу налетающего антипротона. И мы говорим, что величина, которая для всей системы протон-антипротон равнялась разности квадрата энергии С в квадрате и П в квадрате, является инвариантом преобразования Лоренца. То есть она должна быть одинакова в этих двух системах отчета. То есть я понимаю, что вот это Е минимальное плюсом С квадрат в квадрате минус С в квадрате П в квадрате, это и есть величина нашего инварианта, он должен быть точно такой же и в системе отчета К-штриха. Это же тот же самый процесс, та же самая пара протон-антипротона, которых минимально возможна энергия общая для того, чтобы родить Х. И поэтому, разумеется, здесь у меня импульс равен нулю, а энергия системы равняется М большое С квадрат, так что это, конечно же, М большое в квадрате С в четвертой. Вот мы получаем такое соотношение. Когда мы раскрываем вот это выражение, то обратите внимание, Е минимальное в квадрате – это квадрат энергии налетающего антипротона минус С в квадрате и П в квадрате, где П – это импульс налетающего антипротона. Для него, как для частицы, мы знаем, что разность Е в квадрате и С в квадрате и П в квадрате – это квадрат массы покоя на С в четвертой. То есть мы получаем М в квадрате С в четвертой – это Е минимальное в квадрате минус С в квадрате и П в квадрате. Но понятно, что у нас есть еще одно М в квадрате С в четвертой, которое появляется из возведения в квадрат второго слагаемого здесь внутри скобки. Ну и плюс перекрестное произведение 2 МС в квадрате на Е минимальное. И вот эта величина есть М большое в квадрате на С в четвертое. И из этого равенства мы, разумеется, находим Е минимальное. То есть мы сразу обнаруживаем, что минимальная энергия, до которой надо разограть антипротоны нашего пучка, чтобы при столкновениях с покоящимися протонами в лабораторной системе отчета у нас рождались бозоны Хиггса, она выглядит, как нетрудно заметить, следующим образом. Но здесь тоже появляется 2 М в квадрате С в четвертой, еще одна двойка. Мы потом делим на 2 М в квадрате С в квадрате. То есть получается вот так. М в квадрате С в четвертой минус 2 М маленькая в квадрате С в четвертой. И делим мы на 2 МС в квадрате. Вот что у нас получается. Я бы... Ну, тут можно, конечно, сократить на С в квадрате. То есть у меня тогда финальная формула будет, как нетрудно заметить, выглядеть следующим образом. Можно будет С в квадрате вынести. Тут будет М в квадрате минус 2 М маленькая в квадрате, поделенная на 2 М маленькая. Вот это выражение. И посмотрите ведь в чем дело. На самом деле у меня реально масса Хиггса в числовом выражении, она примерно, ну, она более чем 125 раз. У нас масса покоя протона, она же антипротона, энергия покоя, она примерно один тот самый ГФ, гигаэлектронвольт. Ну, в действительности чуть-чуть меньше. А масса покоя Хиггса в энергетических единицах примерно 125 ГФ. Так что отношение чуть больше, чем 125. Но я для оценки возьму, что это примерно 125 М маленькая. Действительно, М большое в квадрате очень сильно больше, чем М маленькая в квадрате. Поэтому они как бы реально тут сокращаются. И если в системе центра масс, то есть в режиме работы коллайдера, нам необходимо в оба пучка, сталкивающиеся, загнать суммарную энергию в М равную МЦ в квадрате, и тут получаются те же самые МЦ в квадрате, но умноженную на М большое, поделенное на 2М маленькое. Это более чем 60 раз больше. Нам надо разогнать антипротонный пучок до энергии, которая 60 раз больше, чем то, что было в коллайдере. Да, конечно, коллайдер энергетически выгоден. А потому что разгон пучка до очень высоких энергий, сложности технической реализации, наши затраты, ну и даже размер установки на самом деле, довольно быстро растут с увеличением энергии, которая нам нужна. Уже большой адронный коллайдер пришлось строить на такое колечко радиусом 27 километров. Ой, прошу прощения, длиной 27 километров. То есть это очень масштабное, огромное сооружение. А поскольку там надо откачать воздух, чтобы был вакуум, потому что там надо создать мощное магнитное поле на длительное время, для чего используются сверхпроводящие магниты, и все это надо залить жидким гелием. Все эти вот обмотки сверхпроводящих магниток на всей этой длине кольца. То есть это очень дорогое и масштабное сооружение. А если бы нам потребовалось поднять энергию в 60 раз, стоимость его выросла бы не в 60 раз, а существенно больше. Поэтому именно схема коллайдера и использовалась в реальном открытии бозонов Хиггса. Ну а для нас, помимо исторической интересности, эта задача, это еще демонстрация того, как я использую факт существования четырех вектора энергии импульса. Я приравниваю ее значение в разных его значениях вот этого конструкции из этого четырех вектора, скалярной конструкции, его скалярного квадрата, в двух разных системах отчета, и сразу получаю требуемый результат. Это действительно очень удобный путь решения таких задач. Они называются задачи о пороге реакции. Их всегда в мире, в микромире, выгоднее всего, если систему релятивистской решать именно таким способом. Наше сегодняшнее занятие, конечно, гораздо сложнее, чем обычное наше занятие. Я на вас выводил очень много новой информации и математического, и физического плана, но, к сожалению, если я хочу вам что-то разумное рассказать про релятивистскую динамику, без этого нельзя обойтись. Я и так постарался минимизировать информационную нагрузку на вас и оставляю только те вещи, которые чувствую, что я не имею права не рассказать, если я заявляю, что я хотя бы немножко учу вас в релятивистской динамике. И я надеюсь, что вы, конечно же, постараетесь это усвоить, хотя вряд ли это получится с однократного просмотра сегодняшнего занятия. Это надо очень вдумчиво некоторые фрагменты очень детально для себя разобрать. Но, как говорят в некоторых рекламных роликах, и это еще не все. Есть один мотив, против которого было бы неправильно пройти мимо. После того, как я рассказал вам про использование того факта, что энергией импульс можно считать четырехвектором. Потому что существуют и другие четырехвектора. Мы можем, обычно мы смотрим на физические величины, связанные с какими-нибудь известными четырехвекторами, так что они являются инвариантными. И тогда мы начинаем понимать, что другие величины, входящие в выражение этих физических величин, тоже должны быть четырехвекторами, чтобы образовывать вместе с теми инвариант. Но может выглядеть туманно, поэтому я сразу приведу пример. Вот мы знаем о существовании таких плоских волн. Как мы помним, распространение фронта плоской волны описывается распространением ее фазы, такой величины φ, которая записывается как, например, омега Т минус КР плюс какая-то феноль константа. Где омега – частота нашей плоской волны, а К – это волновой вектор, направленный в направлении движения фронта и равный 2π, поделенная на λ, где λ длина волны в действительности. От фазы зависит, будет ли в данной точке, в данный момент времени, узел или пучность нашей волны. Но факт, что в данной точке наблюдается узел, он не должен зависеть от выбора инерциальной системы отчета. То есть в этой точке будут разные координаты пространственно-временные в разных системах отчета, но в данный момент времени, в данной точке существует конкретное событие, у волны наблюдается узел. А значит, фаза должна быть инвариантом преобразования Лоранца. Иначе будет физически неразумная картинка, описание распространения волн. Если мы хотим, чтобы в специальной теории относительности существовала физически разумная картина описания распространения волн, фаза должна быть инвариантом преобразования Лоранца. А t и x, y, z – это компоненты четырех вектора. Да? Некого. То есть вот эту величину, ну, фенолиная есть константы, я могу мысленно переписать так. Так, смотрите, омега к c, умноженное на ct, это у меня x0, минус, получается, kx на x, минус ky на y, минус kz на z. И как все тяло, если у меня xμ, имеющий компоненты ctr, то есть x, y, z – это четырех вектор, то вот такая величина kμ, равная омега к ck, да, тоже просится на роль четырех вектора, потому что тогда мы видим, что нашу фазу можно записать, так как мы это делали, можно записать как kμ, xμ. То есть это, конечно, не скалярный квадрат четырех вектора, но это в действительности скалярное произведение двух четырех векторов, определенное по той же логике. Я опять вам, конечно, это не доказал аккуратно, но постарался привести аргументацию, которая убеждает нас в том, что да, вот такую величину можно рассматривать как четырех вектор в теории волн, записанный в специальной теории относительности при геометрии Менковского. Если мы с этим согласились, у нас возникают совершенно новые задачки, которые мы можем решать уже про распространение волн, используя тот факт, что kμ – четырех вектор. То есть мы знаем закон преобразования, его компонент при преобразовании Хлоренца. Посмотрим на следующую задачу. Ну, то есть, смотрите, у нас есть наблюдатель некий, неподвижный. Мы с ним связываем некую систему отсчета k, неподвижную систему отсчета, где и находится наш наблюдатель. Что он видит? Он видит световой луч, который отвечает начальной некоторой частоте омега-0, циклическая частота, как мы видим по обозначению, хотя это именно потому, что она входит в выражение для нашего четырех вектора Камю, его обычно называют волновым четырех вектором. Омега – циклическая частота, k – вектор трехмерный, волновой вектор, а это волновой четырех вектор, который мы ввели. И в этой системе отсчета зеркало движется со скоростью v, и он наблюдает углы падения и отражения светового луча в своей неподвижной системе отсчета k. Давайте запишем этот самый волновой четырехвектор для падающего луча в системе отсчета k. Конечно же, если я направлю ось Х вдоль вектора v, а ось y вдоль зеркала, так что плоскость падения луча – это как раз плоскость xy, понятно, у меня, мы понимаем, наш Камю, этот самый четырехвектор, будет иметь следующие компоненты. Понятно, что нулевая компонента, у него как раз омега 0 к c. При этом модуль волнового вектора, естественно, всегда равен, мы помним, ничто иное, как омега к c. И это естественно, потому что k квадрат, который должен быть инвариантом у нас в этом случае, конечно же, должен оказаться нулем для светораспространяющегося в вакууме. Мы помним, что действительно модуль волнового вектора k всегда равен омега, поделенный на c. Ну так, что проекции этого волнового вектора на ось Х должна быть омега 0 к c на косинус альфа. Проекция на ось Y, следующая компонента, есть омега 0 к c на синус альфа, как видно. Ну а проекция 0 z, естественно, должна быть нулевой. Вот это вот k μ, это компоненты четырехвектора, волнового четырехвектора падающего луча в системе отчета k. Ну, у нас должна быть и система отчета k-штих, но и вполне естественно, она связана с зеркалом. Она едет вместо зеркалом относительно системы k с той самой скоростью v. И благодаря знанию того, что k μ четырехвектора, я могу записать закон преобразования его компонент, ибо это не что иное, как формулы преобразования Лоренца. В самом деле, ну вот, например, у меня k 0 штрих. Ой, прошу прощения, давайте я аккуратнее поступлю, а то я писал всегда 0 сверху, хотя для нулевой компонента мы сказали, что это не важно. Но тем не менее, у меня k 0 штрих, это должен быть релятивистский коэффициент гамма, как всегда, это единица на корень квадратный, единица минус v в квадрате к c в квадрате. А здесь у меня должно быть k 0, то есть, собственно, омега 0 к c, как мы видим вот это, минус, соответственно, v, поделенное на c, и на компоненту kx, которая здесь у нас является не что иное, как омега 0 к c на косинус альфа. Соответственно, kx, я вот теперь уже напишу штрих, то есть, действительно, k1 – это kx штрих, по той же формуле преобразования Лоренца, это гамма на вот эту, на kx нашу, то есть, омега 0 к c на косинус альфа, минус v к c на нулевую компоненту, которая есть в омега 0 к c. kx штрих, как мы помним, перпендикулярные компоненты 4-х вектора не преобразуются, поэтому она такая же, как kx обычные, то есть, это у меня омега 0 к c на, соответственно, синус альфа. Вот что у нас в этом случае получилось. Эти значения имеют компоненты 4-х вектора, волнового 4-х вектора падающего луча в системе отчета k-штрих. Зачем мы пошли в систему отчета k-штрих? В системе отчета k-штрих мы прекрасно знаем, как происходит отражение, как происходит отражение от неподвижного зеркала. Там угол падения равен углу отражения, луч падающий, луч отраженный и нормаль к зеркалу в точке падения лежат в одной плоскости, но у нас это плоскость xy, и частота, разумеется, не меняется. То есть на языке компонент 4-х вектора неизменность частоты означает, что у отраженного луча, вот это у меня все было для падающего, у отраженного луча будет та же самая k0. То есть теперь у меня вот эта k0, ну давайте я буду писать с волной для отраженного луча, оно осталось ровно таким же, оно в штрихованной системе отчета, оно равняется k0 штрих. То есть вот этой же самой величине, ну давайте я чуть-чуть по-другому запишу, гамму я все равно вынесу, видно, что я могу омега 0 к c вынести, как общий множитель и скобки остается единица минус v к c на косинус альфа. А вот, например, у меня k с волной x штрих, что должно происходить при отражении по закону угол падения равен углу отражения? У меня x компонента волнового вектора должна, естественно, поменять знак. То есть это у меня будет не что иное, как минус k, соответственно, x штрих. И это тоже, я, смотрите, запишу в той же форме гамма, у меня омега 0 к c вынесется, а у скобки останется косинус альфа минус v к c. Ну и я понимаю, что, например, k с волной y штрих у отраженного луча, ну, как мы понимаем, у него y компонента волнового вектора не должна меняться при нормальном законе отражения от неподвижного зеркала. То есть это то же самое, что просто k y штрих, тот же самый, который мы уже вычислили, и он равняется, как мы видим, омега к 0 c на синус альфа. Вот мы, ну, z компоненты, конечно, всегда 0, поэтому я за ними не слежу. Они же не преобразуются. И теперь мы можем вернуться в исходную систему отчета наблюдателя k и узнать с помощью тех же преобразований Лоренца, какими стали компоненты волнового вектора, четырехвектора отраженного луча в системе отчета, связанной с наблюдателем. Ну, например, мы, конечно же, понимаем, что вот это k с волной уже без штриха 0. Это ведь с точки зрения системы отчета, связанной с наблюдателем, есть омега к c, где омега частота отраженного луча. С одной стороны, да, уже отраженный луч у меня здесь не омега 0, а омега. А с другой стороны, согласно закону преобразования Лоренца, ведь переход из системы отчета k в систему отчета k отличается от того перехода, который мы рассматривали, только знаком скорости. У нас система отчета k движется относительно k штрих с той же скоростью v, но в противоположном направлении. Да, мы должны написать как закон преобразования, но для скорости уже движущейся против оси x. То есть ясно, что здесь у меня должно быть, что у меня должно быть гамма, соответственно, вот это k 0 с волной штрих, плюс v к c на k с волной x штрих. Да, если мы сюда подставим те выражения, которые у нас были для k с волной штрих, то мы получаем выражение фактически для нашей частоты. То есть у нас там появляется, во-первых, еще один множитель гамма, там уже был множитель гамма, значит, возникает гамма в квадрате. Везде у нас там был омега 0 к c, он здесь возникает. А из-за того, что получилось, у меня там после аккуратной подстановки возникнет линейная слагаемая, связанная с v косинус альфа. То есть оно будет точно так же выглядеть. И там добавится слагаемая с v в квадрате на c в квадрате. То есть сравнивая начало и конец этого равенства, убирая вот этот множитель c, я, собственно, отвечаю на один из вопросов задачи. Я вычисляю частоту отраженного света. Но вспоминая, что такое множитель гамма, я обнаруживаю, что омега у меня изменяется по закону, что омега есть омега 0, умноженное на вот эту конструкцию 1 минус 2 v к c на косинус альфа плюс v в квадрате к c в квадрате. А в знаменателе, как мы понимаем, из-за гамма в квадрате стоит 1 минус v в квадрате к c в квадрате. Вот это закон преобразования частоты. Мы его явно получили. Для маленьких скоростей мы, конечно, можем пренебречь квадратичными слагаемыми. У меня просто возник 1 минус 2 v к c на косинус альфа. И мы видим, что если у нас косинус альфа положителен, то есть действительно скорость направлена от падающего луча, если происходит отражение от убегающего зеркала, то у нас частота уменьшается, по крайней мере, в линейном приближении по v к c. Если мы перевернем проекцию скорости зеркала, для нас это будет заменой косинус альфа на минус косинус альфа, то, конечно же, окажется, что отражение луча от надвигающегося на него зеркала приводит к увеличению частоты отраженного луча по сравнению с частотой падающего. И здесь мы четко видим влияние отражения движущегося зеркала на частоту отраженного луча. Но второй вопрос у нас про угол отражения. Конечно же, мы понимаем, что вот у нас k с волной y, которая, естественно, ей должно быть не что иное, как омега к c, на синус уже угла отражения. А синус бета в этом случае должно получаться, ведь y-компонента у нас не меняет знака. И с другой стороны, я понимаю, что она же у нас не преобразуется, то есть она должна равняться омега 0 к c на синус альфа, который мы уже писали в свое время как ky штрих. А здесь перпендикулярная компонента четырех вектов, а перпендикулярная к движению относительной скорости системы отсчетов. Естественно, она у нас получается вот такое выражение. Мы видим, что отношение синусов, оно связано, собственно, с отношением частот. Это мы уже видим. И для того, чтобы сами углы выразить непосредственно через начальный угол альфа и скорость зеркала, нам надо добавить седающее выражение для k с волной x, который тоже преобразуется по закону преобразования Лоренца. Это будет гамма k с волной x штрих и, соответственно, тоже плюс век c на k с волной штрих 0. Да, ну вот она, давайте 0. Я, прошу прощения, тоже вот сюда напишу, так же, как я и сверху это делал. Я опять просто должен подставить сюда соответствующее выражение. Ну, там, естественно, тоже возникнет еще один множитель гамма. Там тоже возникает омега 0c, который везде был общим множителем. И там получается вот такая конструкция. Единица плюс v в квадрате x в квадрате, теперь множитель при косинусе альфа. И 2vx это при единице. Вот такое выражение получается для k с волной x штрих. Разумеется, теперь с другой стороны эта величина у нас, конечно же, равняется не что иное, как омега к с на косинус бета, где бета угол отражения. Ну, естественно, единственное, что он у нас в противоположную сторону, теперь смотрит формально. Я должен здесь поставить еще и знак минус. И, разумеется, я могу выразить тангенс угла бета просто из отношения получившихся величин, где омега к с сократится. И я избавлюсь от частоты отраженного света, получая просто выражение для угла отражения. Итак, оказывается, что тангенс угла бета это синус бета на косинус бета. У нас там возникает в синусе синус альфа. Там в знаменателе был наш релятивистский множитель. У нас было гамма в квадрате, поэтому в числитель переносится единица минус v в квадрате к c в квадрате. Ну, а в знаменателе как раз получится косинус альфа на единица плюс v в квадрате к c в квадрате минус 2 v к c. Можем себя немножко проверить. Действительно, при скорости зеркала v равной нулю мы получаем тангенс бета равняется тангенс альфа. То есть угол падения равен углу отражения для неподвижного зеркала. Ну, а при движущемся зеркале, как мы видим, конечно же, бета, альфа не равны друг другу, а возникает довольно сложная связь между ними. И это самый простой на самом деле способ решить эту задачу. Все другие подходы, они, как правило, требуют гораздо более объемных вычислений. Здесь вычисления не были сложными, хотя, конечно, из-за подстановки одних выражений в другие полезно выполнить своими руками и убедиться, что я получил правильные ответы. Так вы лучше прочувствуете, что произошло. Но в основе решения, напоминаю, являлось признание величины Камю четырех вектором. Это и позволило мне так легко развязаться с этой в действительности очень непростой задачей. Но для тех, кто хочет еще большего, в конспекте будет разбор еще более сложного закона преобразования величин, уже не являющихся ни Лоренцевыми скалярами, ни четырех векторами, но зато очень важными. Мы о них уже говорили. Это напряженность электрического поля, индукция магнитного поля. Они же как-то преобразуются, исходя из теории Максвелла, при преобразовании Хлоренца. И это тоже можно использовать. Но об этом уже только в дополнительных материалах в конспекте. И снова, домашнее задание предлагает вам попрактиковаться в том, что вы узнали. Собственно, без этого нельзя быть уверенными, что вы правильно поняли все. Только когда вы умеете потом на практике применять знания, только тогда можно считать, что у вас возник как бы первая ступень понимания. И здесь совершенно необходимо попробовать все эти задачи решить. Но их даже особенно не надо коммунитировать в смысле того, что мы обсуждали. Конечно, они более-менее понятные. Но каждый раз надо аккуратно во всем разобраться. Здесь мы, конечно, должны вспомнить про понятие времени жизни, которое здесь используется, как его использовать, для ответа на вопрос, как убывает поток, ну и преобразование Лоренца, что нам еще надо, плюс выражение для энергии частиц, их связи со скоростью, с релитивистским фактором. В общем, в принципе, надо, опять же, аккуратно разобраться, используя те формулы, с которыми мы познакомились. Ну и вот дальше я стараюсь в основном, как видите, давать задачки, относящиеся к миру элементарных частиц. Вот опять тот самый П0 как раз распадается на два гамма-кванта. Такой распад действительно у реального П0 действительно есть. Нам нужно найти кинетическую энергию. Обратите внимание, кинетическую энергию. Мы ее четко определили. И здесь важно ответить именно на заданный вопрос. Ну, так же, как, впрочем, и в третьей задаче. Опять у нас задана кинетическая энергия налетающего антипротона. Здесь надо родить Пемизон. Да, конечно, мы предполагаем, что все необходимые величины, там все, например, массы, они у нас заданы. Но вот здесь известно, масса покоя протона, она явным образом задана. Ну, а в следующей задаче мы еще раз рассматриваем распад П0. Но здесь уже нужно разобраться с углами вылета фотонов. Тоже просто закон о сохранении. И наши формулы, описывающие связь энергии с импульсом, дадут все, что нам нужно. Ну, здесь у нас позитрон налетает на покоящийся электрон. Да, опять мы понимаем, при столкновении частицы-античастицы возможно аннигиляция, то есть исчезновение их с образованием гамма-квантов. Тут написано правда, да, у нас на самом деле, когда нет рядом какого-то дополнительного тела, взаимодействующего с нашими частицами, если позитрон и электрон взаимодействуют только между собой, то они на самом деле не могут аннигилировать в один гамма-квант. Обязательно в два. Ну, в частности, вы должны в этом убедиться, решая эту задачу. Хотя ваша задача здесь более скромная. Надо найти угол разлета этих гамма-квантов. И последняя задача, опять у нас много задач для того, чтобы вы имели возможность попрактиковаться, знакомит вас с еще одним интересным типом элементарных частиц, антинетрина. Ну, понятно, есть еще и нитрина с такой же массой покоя, очень маленькой, да, которая предлагается считать, очень малой по сравнению с массами всех остальных тел, которые здесь фигурируют в этой задачке. Но важно не зацикливаться на незнакомых словах, а постараться применить законы сохранения импульса энергии и полученные в данном занятии знания. В общем, это будет, конечно, нелегко со всем этим разобраться, но я желаю вам через это сложное испытание успешно пройти. Ну и традиционно всего вам хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!